Привет из Таиланда! Сегодня мы едем на самую популярную экскурсию с острова Самуи в морской парк Ангтонг. Его советуют посетить все путеводители Таиланда. Давайте посмотрим, чем же он так знаменит и чем он так хорош. Погнали! Наша экскурсия начинается с трансфера. С 7.30 до 8.30 машины собирают туристов с разных концов острова и везут к пирсу. Мой дом находится на пляже Мейнам. Меня забрали ровно в 8 утра. До пирса мы доехали минут за 15. Здесь нас передают гиду. Сейчас мы приехали на пирс. Здесь мы регистрируемся и нужно заплатить за вход в морской парк по 300 бат с человека. Здесь же организуют легкий завтрак. Так что отдыхаем и ждем. Рассчитываться за вход в парк нужно наличными, а заранее билет не купить. Вот почему он не входит в стоимость экскурсии. А вот трансфер, еда и все остальное уже включено в цену. Я обожаю экскурсии в Таиланде, потому что они даже начинаются с приятностей. Завтрак с таким видом настраивает на хороший день. Экскурсии в морской парк Ангтонг проходят либо на больших тихоходных лодках, либо на скоростных катерах. У меня второй вариант – быстро, весело и комфортно. Нам всем раздали жилеты. На борту в течение экскурсии в любое время была доступна охлажденная вода и легкие напитки. Во время экскурсии в Ангтонг мы остановились на снорклинг на коралловом рифе. Какой же красивый подводный мир рядом с островом Самуи. Кораллы, морские ежи, цветные рыбки. Такого не увидишь на обычных пляжах. Тот, кто не умел плавать, спускался на воду в жилете. Если у него не было спутника, за ним присматривал кто-то из команды организаторов. А еще с нами был фотограф, который делал снимки под водой и в течение экскурсии. Потом все это можно было посмотреть в группе на Фейсбуке и бесплатно забрать себе на память. Маски и трубки дают бесплатно. Мы поплавали, посмотрели рыбок. На это дали около 50 минут. И сейчас мы плывем на следующие острова. Национальный морской парк Ангтонг считается одним из самых красивых в Таиланде. Он состоит из 42 островов с пустынными пляжами и отвесными скалами, лазурным морем и уютными лагунами. Ангтонг заслуженно входит в список самых красивых мест Таиланда, которые советуют посмотреть каждому туристу. Густые джунгли, богатый природный мир, десятки оттенков голубых и зеленых тонов вокруг. В это место влюбляешься сразу. И прямо сейчас мы идем на вершину, с которой открывается лучший вид на архипелаг. Высшая точка Ангтонга – это 550 метров. По пути к нему есть отдельные смотровые площадки через каждые 100 метров. Можно немножко перевести дух и полюбоваться. Сейчас я поднялась на 200 метров. Пока еще не сильно устала, но уже чувствуется, что я поднимаюсь наверх. Идем на вершину! Нужна хотя бы минимальная физическая подготовка, чтобы преодолеть все эти каменные ступеньки. Они достаточно высокие. На подъем и спуск в сумме уходит больше часа. Но на каждой смотровой площадке ты благодаришь себя, что не сдаешься и идешь дальше. Чем выше, тем красивее. Ну все, я добралась до вершины. Отсюда такой потрясающий вид. Стоило преодолеть эту дорогу, чтобы увидеть это чудо. Ради этого стоило ехать и карабкаться. А еще надо было ходить в спортзал. Фотограф позаботился и о том, чтобы у всех, кто героически поднялся на эту высоту, остались фото на память. Он сделал снимки и на свой фотоаппарат, и на наши телефоны. А кто молодец? Я молодец! Спустилась с горы. Класс! Купаться теперь! После спуска можно искупаться вот на таком пляже с белоснежным песком и чистейшей водой в окружении гор. И это ли не разница? Вода расслабляет и сразу снимает усталость. Море в национальном заповеднике Ангтонг очень чистое, а белый песок делает все его краски еще ярче. Тут получаются отличные фотографии. Здесь же можно взять на прокат каяки и покататься. Тот, кто не хотел подниматься на вершину, так и сделал. А кто-то купил мороженое, кофе, кокосы и другие вкусности. И просто отдыхал на песочке. На этом же пляже, немного в стороне, можно увидеть очаровательных обезьянок. Они не пугливые, но совсем близко не подходят. Если поймать момент, можно даже сделать селфи на их фоне. После всех активностей мы отправились на соседний остров, чтобы восстановить силы вкусной едой. Обед состоял из блюд тайской кухни. Он включен в стоимость тура. Приятно, что гид заранее спросил, есть ли в группе вегетарианцы, чтобы о них позаботились и приготовили отдельные блюда. На обед предложили суп, рис, курицу в двух видах, креветок в кляре, тушеные и маринованные овощи. На десерт был арбуз. Все очень вкусно! Экскурсию я брала у русскоговорящих ребят из АСМИ. Ссылочку на их сайт я оставлю в описании под видео. Вообще, я нашла их еще до поездки в Таиланд, когда собиралась, смотрела видео на ютубе. У них очень полезный канал. Там последние новости, полезные советы. В общем, много всего советую посмотреть. Ссылочку тоже оставлю. А на своем сайте они предлагают экскурсии, аренду жилья, аренду байков, трансферы. В общем, все, что может понадобиться вам, когда вы приедете в Таиланд. Запомните, называется isamui.ru. Все прошло гладко, поэтому я вам от души их рекомендую. Во время обеда нас почтили вниманием двурогие калао – большие птицы-носороги с огромными желтыми клювами. Они подлетали так близко, что каждый мог их сфотографировать. Эти крупные птицы похожи на хищников, но внешность обманчива. Они питаются бананами и другими сахарными фруктами. Мы наелись, отдохнули и готовы к новым приключениям. Сейчас мы приплыли на остров с изумрудной лагуной. Это одно из самых красивых мест в Ангтонге. Конечно, придется снова преодолеть подъем, но тут высота совсем небольшая, поэтому справились все. Откуда взялось озеро посреди тропиков? Дело в том, что архипелаг Ангтонг возник рядом с Самуи после извержения вулкана. Озеро находится в потухшем кратере, а изумрудным его назвали за цвет воды. Озеро отливают голубым и зеленым из-за скал и окружающей растительности. Экскурсия в морской парк Ангтонг не из простых. Нужна физическая подготовка, хотя бы минимальная. Но эти усилия точно стоят того. Стоило и забираться на эту вершину, и спускаться к лагуне. Я всем советую обязательно здесь побывать. Если вы приедете на Самуи, обязательно съездите в Ангтонг. Еще раз спасибо АСМИ за организацию. Ставьте лайк, если вам понравились эти места, и подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много интересных выпусков из Таиланда и не только. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok